Девушки отдыхают В 1924 году Нанн перешел в профессионалы и после серии из 30 беспроигрышных поединков завоевал титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, выиграв техническим нокаутом у своего соотечественника Фрэнка Тейта. В сентябре 1992 года Майкл стал чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBA. Майкл Нанн встречался в ринге с такими известными боксерами как Марлон Старлинг, Дональд Карри, Джеймс Тони, Грациано Рокиджани, Айрон Баркли и другими. В 2002 году после победы над Винсеном Даромом Нанн завершил карьеру. В 2004 году Майкл был осужден на 24 года за покупку наркотиков и на данный момент отбывает свой тюремный срок. 14 апреля 2001 года в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк США, в объединительном поединке в среднем весе встретились американцы, чемпион мира по версии IBF Бернард Хопкинс и чемпион мира по версии WBC Кит Холмс. Хопкинс провел бой в свойственной для себя манере, мало бил сам и при этом не давал бить сопернику. Холмс старался работать на дальней дистанции, но Бернард умело выходил на более удобную для себя ближнюю и гасил встречные атаки соперника в клинче. Хопкинс был не очень активен, но все же на фоне Холмса он выглядел предпочтительнее. В итоге по завершению финального раунда судьи единогласным решением отдали победу Бернарду Хопкинсу. 14 апреля 2007 года в Штутгарде, Германия, российский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Николай Валуев вышел на ринг, чтобы провести четвертую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал боксер из Узбекистана Руслан Чагаев. Начало поединка прошло в конкурентной борьбе. Валуев хорошо работал джебом, а Чагаев регулярно доставал голову чемпиона ударами слева. С шестого раунда более активный Руслан увеличил темп и даже в редких разменах с более габаритным россиянином выглядел предпочтительнее. Итогом 12-раундового противостояния стала победа Руслана Чагаева решением большинства судей. 14 апреля 2012 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США, в бою за вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA встретились бывший обладатель этого пояса, американец Брэндон Риас и кубинец Ричард Абриль. Еще на взвешивании Риас не сумел уложиться в отведенный весовой лимит и в итоге чемпионское звание стояло на кону только для кубинского боксера. По ходу поединка Риас был более активен и старался прорваться на ближнюю дистанцию, чтобы нанести нокаутирующий удар. Но Абриль хорошо защищался и эффективно работал сериями на контратаках. По ходу боя, продлившегося все отведенные раунды, никто из бойцов не владел заметным преимуществом. В итоге раздельным решением судей победителем был объявлен Брэндон Риас. Стоит отметить, что это решение вызвало негодующий гул у зрителей в зале. Продолжение следует...